Сейчас присоединяем к нашему эфиру Игорь Семиволоса, директора Центра Ближневосточных Исследований. Игорь Николаевич, здравствуйте. Приветствуем, рада вас видеть. Здравствуйте, да, рад видеть. Игорь Николаевич, как бы вы резюмировали интервью Дмитрия Кулебы, его заявление и его визит в Саудовскую Аравию? Я оцениваю его интервью и выступление, и, собственно, визит, как, несомненно, положительный, учитывая тот факт, что Саудовская Аравия сейчас является одним из важных партнеров, важнейших партнеров среди стран глобального юга. страна, которая проявляет свои собственные дипломатические инициативы и имеет серьезное влияние как на Ближнем Востоке, так, собственно, и в мире в целом. Что касается его программных моментов, то здесь, как бы, они очевидные. Для нас крайне важно найти максимальное количество стран и убедить их в поддержке Украины и предложить им такой вариант, который позволит им, с одной стороны, чувствовать свою субъектность, и, с другой стороны, воспринять это как часть своих интересов, то есть в рамках своих интересов. Это крайне важно, потому что долгое время большая часть этих стран находилась вдалеке от войны и считала, что события, происходящие в Восточной Европе, их не касается. Сейчас мы видим, чем дальше, тем больше их вовлеченность в эти процессы. И это связано не только с повышением субъектности, это связано с возрастанием того уровня опасности и проблем, которые накапливаются в результате войны. Ну, в первую очередь, конечно, продовольственная проблема, проблема продовольственной безопасности, которая крайне негативно может отразиться на безопасности целых регионов. А можно ли говорить о том, что вообще Саудовская Аравия сейчас постепенно, ну, как бы это сформулировать, начинает, что ли, выходить с некой мировой изоляцией? Что я имею в виду? Смотрите, принца Саудовской Аравии пригласили в Великобританию. Я думаю, вы прекрасно понимаете, в чем тут суть. Это первый визит его в Великобританию после резонансного убийства журналиста. Вот, по вашему мнению, это показательный вообще момент? Да, несомненно, это выход из изоляции, это очевидно. Как точно так же, как и визит Байдена в прошлом году, встреча с Мухаммадом бин Салманом, и, собственно, дискуссия, которая возникла между двумя политиками, где четко было понятно, что Мухаммад бин Салман уже не является тем изгоем, которым он был в течение нескольких лет до этого, ну, опять-таки, в контексте убийства Хашоджи. Но, кроме всего этого, понятно, что вес Саудовской Аравии, он просто не позволяет другим странам долгое время принимать решение о изоляции Саудовской Аравии. Ну, тем не менее, Саудовская Аравия активно пытается присоединиться к проекту G-CAP по созданию истребителя шестого поколения и готова к многомиллиардным инвестициям, но Япония выступает против. С чем это связано? Вы знаете, я не знаю нюансов, поэтому не могу точно сказать, почему Япония выступает против участия Саудовской Аравии. Поэтому, к сожалению, на этот вопрос не могу. А давайте сейчас рассмотрим тему, которая, ну, на самом деле, довольно интересная. Я уверен, что у вас есть экспертная оценка на сей счет. Смотрите, президент Турции Эрдоган во время визита в Венгрию в воскресенье 20 августа обсудит с тем самым премьер-министром Орбаном полномасштабную войну России против Украины. Ну, Эрдоган со всей его неоднозначностью, Орбан, понятно, уже стал притчей в языцах. Вот это самое общение, эта самая встреча, она как-то коррелируется с тем, что впереди маячит возможное общение Путина с Эрдоганом? Вполне возможно, что это часть консультаций. Вы еще не забывайте о том, что там существует такая опция подписания соглашения между Катаром, Россией и Турцией по поводу зерна. Если я не ошибаюсь, Россия в свое время уже предлагала некую опцию подобную. Тогда и Катар, и Турция отказались. Второй раз они предложили уже после выхода России из зернового соглашения. Тогда тоже это предложение как минимум осталось без особого внимания. А сейчас, вероятно, Турция, если верить газете «Билл», решила, что эту опцию можно положить на стол вместе с возобновлением зерновой сделки и восстановлением зернового коридора. Мне кажется, что Россия, когда предлагала нечто подобное, то есть они не предполагали восстановление зернового коридора, они просто делали это как исключительный отдельный проект без учета интересов Крыма. Как думаете, возможно ли вот эта история про Россию, Турцию и Катар, которые, вот как Билл сообщает, готовят трехстороннее зерновое соглашение, они предлагают, мы сейчас уточним, предлагается поставлять российское зерно в бедные страны, преимущественно в Африку. И Турция выступит как организатор, а Катар как спонсор поставок. И Анкара также предлагает действовать под эгидой ООН. Мы напоминаем, что об этом написало издание «Бильд». То есть, получается, Украина может вообще остаться в стороне или каким-то образом все-таки участвовать в этой зерновой сделке, просто игроки поменяются, добавится Катар, к примеру? А там есть вот этот нюанс, о котором я говорил. Дело в том, что это же предложение звучало ранее. Но тогда действительно Россия хотела, чтобы это было трехстороннее соглашение, в котором другие страны не участвуют. Сейчас, насколько я понимаю, Турция, ну Турция в силу обстоятельств не может просто пойти на такое соглашение, потому что это будет выглядеть как предательство или, по крайней мере, несоблюдение предыдущих договоренностей. И они сейчас, вероятно, разрабатывают новую схему, в которой предполагается, что Украина будет включена. Она будет включена в контексте того, что Украина, Турция будут и ООН действовать в рамках зернового соглашения, то есть это зерновое соглашение продолжится, а они с Россией подпишут новое соглашение, и это будет условием вот этого нового соглашения, обновления зернового коридора. По крайней мере, я об этом. Это логично, потому что тогда туркам есть чем торговаться, и они контролируют ситуацию. Потому что все остальные вопросы, которые Россия выкатывала в качестве возможности возвращения к зерновой сделке, от Турции не зависят. И Турция не может управлять санкциями, не может, соответственно, давать России какие-либо обещания. А в чем тогда интерес Катара? И можете, пожалуйста, более детально рассказать вообще об этом геополитическом игроке, так сказать? Ну, и тут важно сказать о Катаре и Турции. Это два союзника на Ближневостоке, наиболее тесные союзники. В свое время Турция помогла Катару, поскольку... Ну, в свое время там Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива объявили Катару блокаду. И тогда, собственно, благодаря Турции им не удалось вторгнуться в эту страну. Ну, и там, кстати, и Украина достаточно много помогла Катару в продовольствии. Схема... Ну, Катар вообще как бы посредник, вы знаете, да? То есть он классический посредник. Они сидят... Они торгуют связями и возможностями. Собственно, через Катар осуществляются очень многие сделки. И через Катар осуществляются все прямые и непрямые переговоры. На Ближнем Востоке можно вспомнить переговоры между Саудовской Аравией и Ираном. Можно вспомнить переговоры между США и... С талибами и так далее. То есть, как минимум, эти ребята хорошо держат в руках многие связи и контакты. И самое главное, им доверяют. Это очень важно, когда речь идет о посредниках. Какой их интерес? Ну, усиление их влияния. Ну, вы же понимаете же. Страна, которая имеет Аль-Джазиру, там много о чем говорит. Вот. И дальнейшее усиление влияния и расширение влияния в Африке. Я вижу это так. Ну, будем наблюдать за развитием событий зерновой сделки. В частности, Игорь Николаевич, спасибо вам большое, что нашли время присоединиться к нашему эфиру. Игорь Семевлос, директор Центра Ближневосточных исследований. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»